здравствуйте друзья доброе утро у меня урок с утра знаете вчера с вечера был в одиннадцать часов закончили сегодня вот с 10 новый как-то перегружают перегружают меня но ничего страшного мы выдержим сегодня с утра тут такое шоу что голливуд отдыхает и вообще даже не знаю с чем сравнить по популярности может быть там с финалом каким-то футбольным вот но в всяком случае вся страна прильнула даже такой заголовок сегодня был что это я материал не читал только заголовок что если ваши сотрудники сегодня там ничего не делают то это не работают на работе то это вот все благодаря значит бывшему директору фбр господину коми который сегодня дает показания в конгрессе там есть комиссия и он значит там вот отвечает на вопросы все это сейчас вот пока еду записываю все это идет сейчас прямом эфире но настоящая бомба была вчера не не сегодня в четверг а вот вчера в среду тоже шли слушание тоже там разный народ допрашивали из как служб безопасности народ категорически отказывался отвечать на всякие вопросы но я понимаю тоже что скажем людям которые привыкли в там под секретом все и вот так в публичных слушаниях лишнего болтать им не хочется но и тут не то что не положено и и так далее в общем там тоже такое шоу было но мелкое шоу зато вчера опубликовали такое ну как бы сказать записку от этого коми о том где он рассказывает о своих встречах с президентом это как бы для того чтобы в четверг то есть сегодня вот обсуждать то есть он написал некоторое такое как у нас горит самбари такой значит просуммировал да и вот в этом вот просуммированным а я вчера прочитал тоже с утра примерно вот в это время может быть чуть попозже там уже была бомба хорошая то есть ему давали указания тогда достаточно не прозрачно достаточно прозрачно ездить ему давали указания чтобы спустить на тормозах на дело господина флина который там в общем потом ушел в отставку и до того шоу в отставку 8 учетом как то так вот пришлось с ним разбираться по по российским вопросам там по всяким непонятным делам и вот он хотел это дело спустить на тормозах потому что как бы она мешала ему ну это понятно да вот мешало ему работать кроме того там он прямым текстом требовал лояльности от этого коми там срок у него 10 лет то есть его на должность назначил президент обама вот и он как бы по наследству перешел к трампу да тот нас не встречался неформально за ужином и повторял ему что он требует лояльности и вот чтобы тот значит согласился быть лояльным должен был подтвердить вот а то кто-то уклонялся бегать честность тебе обещаю а лояльность провалить ничего не говорил потом год вот вот ведь хочу чтобы была честная лояльность повторял трамп но тот как бы человек интеллигентный не стал сильно настаивать так как бы его переубеждать промолчал но и там там было много такого не очень симпатичного ну то есть он ему как бы намекал я я из текста так понял что он ему как трамп ему намекал что типа мол лояльность в обмен на должность а так в принципе как многие хотят твою должность там ты вообще как собираешься работать того ну такого плана типа мол смотри вот если я там чего так я у тебя прикрываю как бы да вот ну в общем много вопросов там возникает потому что вот эти люди которые у него сейчас в администрации которых он назначает они они все ему лояльность обещали или как как вообще процесс найма происходит назначение на всякие должности тогда но не суть сегодня с утречка а у них там временно три часа впереди нашего то есть у меня сейчас 9 там 15 100 у них там на том берегу же за полдень перевалил такая вот такая вот фигня уже вчера вы знаете у нас есть много разных контор которые опросы проводят и вот вчера одна из них довольно авторитетная кстати авторитетная с хорошим с хорошим рейтингом достоверности вот они проводили вчера опросы как бы уже вчера успели после того как записка была опубликована достигла исторического минимума так сказать вот эта величина то есть рейтинг трамп это в их цифрах это там 34 процента но имеется в виду что это не абсолютная таскать по всем опросам а вот конкретно в этом опросе вот такого низкого никогда не было скажем так мы не знаем еще что будет ближайшие пару дней когда все это будет раскручиваться обсасываться обмусоливаться обсуждаться и как бы сказать не знаю не знаю чего получится слева набросится справа там тоже они кричат уже и ругаются очень короче интересная картина процент людей требующих импичмента уже несколько дней назад превысил процент людей которые поддерживают трампа то есть как бы да вот эти вот какой мы поляризованные такой обстановки поглядим я не знаю вот как бы тенденция такая очень четко просматривается и то есть вот слова импичмент все чаще и чаще произносится самых разных сторон да я смотрю вот на фокс ньюс как на индикатор может быть некоторые то есть там как какое-то изменение появилось в тенденциях вот на мой на мой взгляд то есть если раньше они были такие беззаветно про трамповские то есть настолько некритичные и настолько ну даже если вот как секта какая-то вот то сейчас я вижу явный такой сдвиг то есть какая-то такая волна поменялась и они стали существенно более критичными и даже вот временами такое впечатление что как-то боятся запачкаться что ли даже я не знаю но вот как то так отстраняются и такой элемент как будто для отстраненности абстрактности вот да там у мужика проблемы пишут как бы там чего плохого не вышло там и так далее то есть очень интересно вот эта беззаветность сменилась на отстраненность некоторую вот буквально вот но за в течение очень непродолжительного времени все это субъективно абсолютно не претендую совершенно ни на какие такие дела и хочу сказать также что у нас вот канал не является каким-то таким политическим и есть такие знаете как сказать странствующие рыцари они странствуют по интернету и с какими-то политическими лозунгами я хочу сказать что наш канал для этого не подходит но никак и я думаю те кто у нас как бы постоянно они они в курсе но вот и склоки всякие дрязги на этой на этой почве тоже ни к чему то есть я делюсь но иногда вот так тоже мимо не пройти бывает но не для того чтобы какие-то склоки возникали или там политические позиции как бы выяснялись в сражениях таких боевых нет как так смотрю а у нас видите немножко пасмурно и даже с утра был дождичек но такой дождичком это назвать нельзя но так покрапывала покрапывала непродолжительно тут же высохла вот вы видите асфальт сухой совершенно но покрапывала это так необычно знаете все таки июнь месяц вообще год был такой зима точнее было очень необычно и было много дождей такое ощущение что все водохранилища уже там которые есть нормально имеют водички там по нормативам но я не проверял официальной информации но так вот когда проезжаешь и где-нибудь видишь там водохранилище то видно что воды много так невооруженным глазом видно особенно по сравнению с тем что было год назад например когда совершенно невооруженным глазом видно было что проблема с водой так проезжаешь мимо джавада где вот сейчас такого нет сейчас все наоборот такая вот история у нас что-то в школе кто заболеет кто-то в отпуск идет потом другой идет и что-то на меня навалилось много урок тяжело вот я уже не три недели подряд меня по три урока в неделю это много плюс еще онлайновые классы там может быть немного но тоже и готовится надо тоже там посмотреть что-то вот сегодня у меня автоматизация там селеньевый веб драйвер и так получилось что предыдущий урок был на неделе две назад как-то так с расписанием что-то произошло так обычно раз неделю а тут раз в две и я думаю ребята подзабыли надо будет им чем вспоминать и я тоже так отвлекся оторвался но ничего страшного жизнь такая а вчера был урок по поиску работы веселая группа такая собралась хорошая фактически последний урок я думаю там по расписанию пришли еще люди из других групп которые практику заканчивают и тоже освежить им теперь актуально становится мы так замечательно совершенно с ними позанимались сделали такое упражнение там человек пять или шесть собирались разъезжаться ну точнее может быть они приехали уже откуда-то сначала но там у нас и в нью-йорк и в лос-анджелес и в чикаго и я уж не помню там еще куда вот и мы сделали такую табличку я пошел на да и сначала как граждане ходят посмотреть на сколько есть позиции открытых то есть надо было показать как смотреть тоже это важно и и потом с рекрутерской стороны посмотреть сколько есть резюме что за народ там и так далее вот мы так смотрели на конкуренцию которая там имеет место быть такую табличку составили аккуратненько валерия тоже сидела у меня слушала наша стажерка и я так она на доске все это там записывала и хорош такое упражнение было интересно то есть мы заодно показали там было видно какие ошибки люди совершают когда там с резюме у них чего не так с вывешиванием резюме созданием профайлов заодно все обсудили так хороший был урок мне мне понравился такая энергетика хорошая была веселая да с прибаутками вчера была женщина из индии небольшая такая ужасно улыбчивая натика веселая улыбчивая и я резюме и делал после практики она пришла ну я а я люблю подшучивать там на про мазар инло там да про свекровь это у девочек из индии это такой общий такой знаете страх уже чтобы мазар инло то она им дает жизни гоняет девок какая традиция ну и вот значит девочка такая веселая была а я вспомнил у меня до нее была одна веселая тоже и она мне рассказала что мазар инло ей значит постоянно делает замечание что нужно быть серьезнее вот я и двигая слушайте мазар инло говорит что надо быть серьезней она играет нет что то она меня так любит я когда в школу иду минут нам Так она мне бутерброды С собой укладывает Это так трогательно было Вот Видите, как бывает-то А мы вот все Шуточки, да шуточки, прибауточки А бывает вот так Нежно, душевно, я прям растрогался Ой, так, так, так Тормозят, тормозят люди Ой, это реклама, наверное Компании VMWare, правда Это же не то, чтобы машина их Грузовая Fortune 100 Best companies to work for Наверное реклама На траке там Чего только тут нет Да А завтра пятница И пятница выходной И это большое подспорье Надо в себя прийти немножко Да Не знаю, что буду делать Но буду Приходить в себя А мне нравится, что вот так Пасмурно Давайте я камеру разверну Ой О, пожалуйста Светлый образ У нас дома Мы Там раутер меняли, вы знаете И Надо будет подстроить А то принтер мой Не принтер, точнее У Светиного компьютера К нему придел И надо Из-за смены раутера Там надо Некоторые настройки Сделать Я не могу Не смог распечатать Вопрос Хотел сегодня распечатать И так поговорить В ответе на вопросы Есть сейчас Несколько хороших вопросов Там сидят На форуме На сайте Залив.орг Но Не удалось распечатать Так как Я неожиданно Обнаружил Что Сеть наша Так сказать Ну Так условно Развалилась И Мой компьютер Не видит Тот принтер Ну Ничего Так Распечатаем В следующий раз С вопросом У нас вопросы накопились Значит Мы на них будем отвечать Да Так Ну что Вот и приехали Вот и Вот и на работу Сколько там Полдесятого У меня еще полчасика есть Значит Надо запустить Компьютеры Преподавательские Там Проверить Чтобы все работало Знаете Как бывает Да У меня Ну Какой-то Какой-то такой Энвармент Есть рабочий А на этом компьютере Сразу Три-четыре Преподавателя Работают С этим Лэбдрайвером И соответственно Джава Эклипс Там и так далее Джей Юнит И Ну Бывает Педагоги Друг другу Создают Какие-то Неудобства Так что Вот эти Полчасика У меня на то Чтобы Посмотреть Что все готово К уроку Вот так И вперед Ладно Друзья Не буду вас больше Грузить Нашими Историями Возвращаясь К показаниям Вот этого Ками Я не знаю Во что это все Выльется То есть Одни говорят Пишут по-разному Одни говорят Что Хана ему Теперь Трамп В смысле А Другие говорят Что Показания Ками Снимают Вопрос о том Что Трамп На него Как-то там Давил В смысле Требовал Закрыть Дело Есть такое понятие Abstraction of justice То есть Я бы перевел Как Препятствие Правосудию Создание препятствий Правосудию И это очень Серьезное преступление Для Людей На административной Должности И Вопрос был о том Что Было ли Вот это давление И соответственно Было ли Факт Вот этого Abstraction of justice И Те кто такие Про трамповские Они говорят Про республиканские Они говорят Ну явно не было То есть Он Остановился Где-то Вот Есть некоторая точка Вот если бы он еще Шажочек вперед сделал Ками В своих показаниях То уже можно было бы Говорить про Вот этот Abstraction of justice Но Он как-то встал Вот в таком месте Где вот Вот последнего шага Он этого не сделал С другой стороны Там так близко И так грязно Что Много создается Дополнительно Ниточек Там можно еще Десять расследований Там и пошло И поехало И в общем Конечно Вот то что сейчас происходит С точки зрения Внимания Законодателей Которые должны были бы Не только законодатели Но и собственно Администрация Там белый дом Вместо того Чтобы заниматься Тем чем надо было бы Заниматься То есть управлять Страной Так назовем Вот Законы издавать Там Исполнять законы И так далее Они вместо этого Внимание свое Отпускают Ну как бы вынужденно Да Вот этими вещами Занимаются Поэтому Непонятно вообще Что они в состоянии сделать Из того что хотели бы Из того что вообще Надо было бы сделать И так далее Поэтому Все это очень Нездоровые формы Принимаются Я бы хотел сказать Ну такая жизнь Так что мы С чего начали Вот Политически К тому и вернулись Все ребятки Побежал я на урок До Скорых встреч Продолжение следует